Друзья, всех приветствую! На торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и о том, как они влияют на динамику финансовых активов. Торговая сессия понедельника это день мощнейшего ралли защитных инструментов. Росли и американские облигации, и золото, и иена, и франка. Если мы говорим о повышенном спросе на защиту, значит, скорее всего, нужно искать первопричину такого поведения и реакции трейдеров в ухудшении новостного фона. Так, друзья, и произошло. Мы еще на прошлой неделе говорили о том, что ситуация вокруг пандемии COVID-19 снова начинает зиять дополнительными какими-то светлыми, яркими красками, и нам приходится возвращаться к этой теме снова и снова. Действительно, растет количество заболевших. Всемирная организация здравоохранения сигнализирует о рекордном росте случаев заболевания. И причем эта статистика, она действительно была доступна еще в ходе вчерашнего дня. Есть параметры, которые анализируются экспертами, в частности, коэффициент распространения. Так вот, этот коэффициент распространения в Германии сейчас составляет 2,88. Это значит то, что число заражений выше уровня необходимого для сдерживания инфляции. Южная Корея сообщила, по-моему, даже первая страна, которая подтвердила начало второй волны распространения коронавирусной инфекции. Поэтому то, что мы видели по золоту и прочим рисковым активам вчера было абсолютно понятно и логично. Но есть еще один негативный фон, друзья. Торговая сделка с Китаем, США и Китая. Вчера были сообщения со знаком молнии о том, что торговый советник Белого дома Навара подтвердил, что сделка окончена. И вы знаете, когда он комментировал эту новость, он сослался на Трампа о том, что Трамп до сих пор не может простить сам факт того, что когда китайская делегация приехала в США на подписание первой фазы торгового соглашения 15 января, они уже знали о том, что вирус начинает проникать во все новые и новые регионы. Они уже знали о бутичке из лаборатории Ухань и не сказали ровным счетом ничего. Это позволило Трампу, собственно, фактически в очередной раз обвинить Китай в массовом убийстве жителей Земли. Но признаю, что эта новость вот в таком формате продержалась недолго, но в принципе ее было достаточно, чтобы спровоцировать и безумные ралли также по золоту. Локальный хай, который мы видели, 1763. Я расстроился, конечно же, то, что вышел из золота на отметке 1750. Но, друзья, не нужно расстраиваться. На самом деле всех денег никогда не заработаешь. Мы дождемся повторного входа по более низким значениям и снова будем ориентироваться на 1750 и выше. Сейчас, конечно же, золото лучше не трогать. Почему же золото все-таки откатило? Потому что сам Трамп дал своего рода опровержение, успокоил общественность, что на самом деле сделка все еще действует. Но, мне кажется, не бывает дыма без огня, друзья. Я не раз говорил, что к очень непростым отношениям США и Китая мы с вами вернемся еще не один раз. И это будет, опять же, поводом для нас, трейдеров, рассчитывать на хорошую волатильность на финансовых рынках и отработку определенных идей. Поэтому к новостному фону вчера мы подошли с плоскости того, что есть негатив. Этот негатив полностью упирается в фундамент, в новостные сводки, касающиеся распространения ковида-19. И еще один подвешенный нюанс касательно торговой сделки США и Китая. Соответственно, как весь этот новостной фон будет влиять на площадки дальше? Я думаю, что первичная реакция, конечно же, была самая значительная. Сейчас рынок будет понемножку отходить. Рынок нефти 43 доллара за баррель. Участники рынка настойчиво продолжают игнорировать весь тот фон, который я только что обозначил. По идее, если мы говорим о факте распространения ковида-19, это угроза для перспектив мирового экономического восстановления и для спроса на углеводороды. Я не просто так вчера сделал акцент на рынок нефти с позиции того, что происходящее все на нем. Сейчас это перетягивание каната между пессимистами и оптимистами. Оптимисты игнорируют все, не живут сегодняшним днем, даже не живут ближайшим временем. Они смотрят на очень далекую перспективу и полагают, что все, что происходит сейчас, это скоро закончится и мировая экономика будет дальше расти. То есть начатый процесс оздоровления мировой экономики, он уже не обратим. Я все-таки отношу себя к категории пессимистов и считаю, что Всемирная организация здравоохранения и сам факт повторной вспышки ковида-19 еще повлияет негативным образом на ожидание мирового экономического восстановления и, соответственно, на рынок нефти. Не торгую нефтянкой, друзья, но при этом держу длинную позицию по паре доллар-канадец и продолжаю ее удерживать. Сейчас котировки 1.35.30. Если все-таки коррекция на рынке черного золота разовьется, вполне возможно, что это может случиться уже по мере приближения к 45 долларам за баррель, ну куда уж выше при таком фоне. Соответственно, будем отрабатывать эту длинную позицию. Дальше идем. Евро против доллара 1.12.67. Сегодня влажный день, выйдут данные по активности производственного сектора Германии еврозоны. Ждем слабые цифры и ждем, что европейскую валюту в связи с этим все-таки немножко уронят. Фунт против доллара 1.24.76. Сегодня также день статистики в 11.30 по московскому времени. Производственная активность и сфера услуга по английской экономике ожидания крайне слабые. Ну то есть, возможно, цифры будут лучше, чем месяц назад, но индикаторы все равно находятся ниже 50. Это подтверждает факт стагнации, даже спада ключевых секторов, влияющих на мировой экономике. Точнее, на восстановление английской экономики. Поэтому фунт, он остается волатильным. Вчера, пожалуйста, еще 150 пунктов вверх после тех распродаж, которые мы видели в конце прошлой недели. Сегодня по факту статистики британца снова могут повести вниз, ниже отметки 1.24. Индекс доллара 97. Друзья, у нас есть стоп-лосс на отметке 95.70. Мы не питаем иллюзий. Если все-таки индекс провалится до этого уровня, выйдем и будем присматриваться к продажам. Но пока этого не произошло, я считаю, что нужно удерживать длинные позиции и верить в лучшее в то, что трейдеры также сплотятся вокруг их покупки американской валюты. Тем более, что доллар в какой-то степени все-таки еще относятся категории защитных инструментов. На этом все. Большое всем спасибо за внимание. Всем пока!